Ну что ж, продолжаем захватывать мир ведьминого котла. На связи Чандер, мы вступили в круг, теперь у нас какие-то преференции есть. Отдаем зелье бодрости коту. Кстати, а что бы не покормить его? Давайте покормим его всем, что у нас есть. Приятного аппетита, кто кушает, хомячит, лопает кот. Давайте ему прям все отдадим, всем покормим. Он, кстати, все слопал, он молодец. И его можно... Ой, вы сварили что-то не то. Так, стоп, а вот это интересно. Давайте ради эксперимента. Клык змеи, крыло летучей мыши, корень мандрагоры. Клык змеи, крыло летучей мыши, корень мандрагоры. Мы отдали коту, он съел, мы загрузили. И получилось зелье порчи. То есть мы можем варить зелье через кота. Прикольно. Мы волею епископа ходили под парусами в далекие страны и привезли для народа лекарства и целебные настои. Теперь развозим по деревням, раздаем. Но быстрее бы хотелось. Хварых слишком много. Так, быстрее бы хотелось. Добро. Зелье быстро выбегаем. Держи, дружок. Это епископ. Будем надеяться, что за епископом мы как раз пройдем. Призвание ломать ноги людям, да. Мы здесь уже доходили до конца этого квеста. И здесь он просто воскрешает труп. Можно ли что-то еще получить? Не знаю. Давайте мы теперь зелье онемение сделаем, чтобы не чувствовать ничего. Пусть ампутации проводят. Попробуем таким путем. Это все равно плюс слава. Зелье из кота, это прикольно. Опа! Вот, смотрите, друзья. Что это? За минус 30 денег можно сделать плюс страх, минус страх, плюс известность, минус известность. Насколько? Не знаю. Наверное, по плюс 10 и минус 10. И на следующую ночь тогда будет. Благодаря стараниям церкви и морской гильдии удалось извести целую росу попастных болезней, что докучали местным жителям. Минус страх. Говорят, что местный врач открыл... Ой. Открыл. Я же только аниме не дал. Ладно. Ветер двет. Я пропустил. Пропустил. Надо будет в следующий раз зачитать. Я мискликнул. Слишком рано. Здорово помогла. Штука для лечения людей. Штука для лечения. Ну, давай снова тебе, наверное, поможем. Либо сделаем еще одно анимение, к примеру. Или стирание памяти. Все, забудь дорогу ко мне. И он ушел, он забыл. Хряка растим на конкурс. Что еще хряку можно дать? Красоту мы давали. Давайте зелье полета. Летающая свинья. Еще нет. Отдадим. А мы с тестем как выпьем, так спорим. Хорошо. Что ж тебе выдать-то, друг? Отвар неуклюжести давай. Его устроил. Его устроил этот отвар. Это зелье. Местный житель, приковылявший к вам, пожаловался на то, что после вашего зелья хряк вдруг приподнялся над землей и вылетел из свинарника. Свину стремился на юг вслед за перелетными птицами, но крестьянин не отставал, благо даже колдовской мощи не хватило. Чтобы надолго оторвать тушу от земли, зверь рухнул, так и не добравшийся до теплых земель, и едва не раздавил селянина. Бурулюньк. Даже свиньи стремятся в теплые края. Прекрасно. Так. Это привет из прошлого. Это денежки. Вдруг пытался доказать, и нужно вылечить. Это будет плюс слава, но минус страх. Нам бы наоборот. Давайте убьем его. Добьем. Хорошо. Его преосвященство ввели у распутной девки... Давай, распутная девка, красотку изобрази. Изобрази. Ее это устроит. Члены вырубки дерева не в ту сторону. Ребра болят. Так яду. Яду выпей, дружище. Выпей яду, все пройдет. Капитана Гвардии обвинили. А снова сны, но теперь иные. Так, это мы уже видели. Разговоры. Помню, как мы гуляли среди вереска. Да, было времечко. Я уже давал зелье стирания памяти. Не помогло, но мне никак. Может, теперь? Это не то, что ей нужно. Во всяком случае, дичь запретили. Ну, ребятки, если вы траванетесь, то не придется страдать. Вот, девчушка, которая хочет помогать мне. Давай. Попробуем через эту девчушку отыграть. Она интересная. Но она, по-моему, мне плюс славу даст. Ей понравилось это зелье. Его Преосвященство объявляет неделю покаяния. Какие бы прегрешения ты по своей воле или следуя приказу не совершил, поведая о них в Божьем доме, ни власть, ни богатство не спасут душу от адского пламени. Никакой смертный защитник не вытащит тебя из полного кипящей серы котла. И никогда за правду не платили так щедро. Имена ваши будут сокрыты от чужих ушей и глаз. Не страшитесь земного возмездия. Хитрец какой, епископ. Собирает информацию. Епископ подозревает, что король плетет против него интриги. Чтобы разоблачить заговор, нужно опоить и вывести из столицы нескольких поверенных его величества. Сделай так, чтобы они пошевелиться не могли. А не менее. А они не смогут пошевелиться? Я думаю, ее это устроит. Да, ее это устроило. Как здорово, когда рядом настоящая ведьма живет. Знаешь, соседский парень не дает проходу. Найдется забавное... Забавное зелье, чтобы его... Давай забавное зелье, пусть он смеется. Хорошо. Забавное зелье. Ее устроило забавное зелье. Плюс страх, правда. Так. Если прям силу ему дать, то это будет джиода с рецептом. А если дать омоложение, я не помню, что. Что-то было. А если мы ему выдадим неуклюжесть, и он киркой себя долбанет? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Посмотрим, посмотрим. Крупкому миру, межтронам и церковью пришел конец. Король уличил епископа в связи с темными силами и, обвинив в желании отнять власть у законного правителя, его преосвященство убеждает народ, что правитель сам погряз во грехе, слишком полагается на нечистого на руку брата и ведет королевство к упадку и разложению. Простой народ замер, ожидая развязки. Когда обрушится один из толпов власти, многие окажутся под обломками. Несчастье стряслось на местной разработке. Некий старый шахтер, которому давно пора нянчить внуков, умудрился повалить подпорки и пробить трещину в стене, из которой в щели хлынули подземные воды. Старик утонул, как и все, как добрая дюжина трудяк. Местное духовенство подняло вопрос о том, что пора вводить возрастные ограничения для тяжелого труда, чему пробитель и его окружение явно не были рады. Бурулюньк! Подземная река! Не зря, не зря, ребятки! Старый шахтер утопил всех. Странных смертей в здешних краях стало слишком много, и люди начали волноваться. Если что, мы заплатим денюжки за снижение страха. Вот мы и встретились, дочь тьмы. Пришло время напомнить королю, кем не спослана его власть. Но сначала нужно избавить самоверца сторонников, чревоугодие их слабость, а яд и болезни — наше оружие. Держи яд, ладно. Оружейный. И снова привет! Так ловко с котлом управляешься. Наверняка и готовить здорово. Может, обменяемся рецептиками? Попробуй к крапиве добавить корешки. Мой любимый суп будет. Так, суп на крапиве и корешках, да? Крапива, корешки, щи из крапивы. Держи, дорогая. Уши не обляпай. Не устроил? В смысле? Я художник, я так вижу. Художника мы не успеем пропампить уже. Мы можем попробовать, но не успеем. Чисто физически не успеем. Неизвестная болезнь косит знатных и приближенных короний особ. Их объединяет одно. Каждый покупал на рынках и выписывал из портовых городов редкие кушанья и заморские вины. Церковь не устает напоминать, что подобное услада плоти противно Господу. Посему епископ советует, бедняк ты или влиятельный дворянин, думать о душе, а не о брюхе. В честь погибших объявлено большое пасхальное служение. Местным художникам нелегко, да. В здешних появились разбойники. А мы сейчас грохнем разбойника. Разбойник же придет. Разбойник? Нет. На пасхальном служении король должен поверить, что окружен своими людьми, в то время как это будут верные сторонники Бога. Мы забрем двери церкви и призовем правителя к ответу. Смена голоса? Возможно смена голоса. Попробуем. Устроил. Хорошо. Ну я в прошлый раз отлично удалось. Картина, давай еще разок добавим какой-нибудь зелье. Это плюс страх пойдет, да? Не хотелось бы плюс страх. Давай-ка мы тебе выдадим чаю, дружище, чаю. Приходи в следующий раз. А вот этого мы убьем. И сразу минус 10 страха. Так а потом будет минус 10 страха. Ночью. Если мы не закончим еще. Так вот, минус 10 страха, да? Столицу посетила. Хорошо. Слушайте же, старый млад, во время пасхальной службы на правителях не зашло озарения. Он покаялся во грехах, согласился избавиться от злобных советников и поклялся более не поднимать меча на служителей Господа. Королевство будет очищено от скверной ереси и в наших славных землях вновь воцарится порядок и мир. Помолимся же за здоровье славного короля и светлого епископа. Концовка епископа, друзья. Что нам это дало? Бу-ру-люньк. Покровительство епископа дорогого стоит. Нельзя недооценивать могущество церкви, и король дорого заплатил за эту ошибку. С подачи епископа, который по-прежнему нуждается в помощи, вас нарекли Великой Целительницей. Правда, вы все чаще замечаете, что кто-то поглядывает на вас из тени, а по ночам слышите вопли грешников. Что ж, рано или поздно за все приходится платить. Все, мы с Великой Целительницей будем. Так, на новом круге что-то новенькое сварим. Нет, что-нибудь просто сварим. Новенькое мы не можем сварить. Ну что, ребят, у нас целых уже сколько? Целых пять концовок. Ого! Вот эти концовки понятно берутся, их можно сделать, да? Вот с этой концовкой хуже, потому что здесь нужен как раз-таки брат короля, но не тот брат короля. Это чисто корона. Теперешнее победит епископство. Вот здесь нужен другой, другой товарищ. Он по-другому как-то квест был. Вот это чертова знает. Вот это тоже не знаю. Это как-то связано с епископом, но как? Как-то может быть здесь нам необходимо помочь тогда тем ребятам, которые от епископа придут. Культ. Ну тогда, короче, что-то должно совпасть. Я, если честно, не понимаю, что должно совпасть. Ну да ладно. Пока так. Новая мантия, кстати. Ой, а за концовку она мне выдалась, что ли? Потому что я похож на инквизитора. Вполне возможно, каждая концовка дает новую мантию. Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья – это главное.